Приветствую вас и ответ на ваш вопрос скроется у вас уже самой. Дело в том, что именно от того, как вы устраиваете отношения с людьми, именно от того, как вы относитесь к себе, именно от того, как вы воспринимаете себя, именно от того, как вы воспринимаете мужчин, именно от того, какая у вас модель женского поведения, какая вы женщина. Именно от степени идентификации себя как женщины зависит отношение в том числе. Важную роль играет то, для чего вам серьезные отношения вообще нужны. То есть, если у вас есть какая-то строго определенная цель, то, соответственно, нужно разобраться, почему эту цель вы хотите реализовать именно, ну, например, с помощью серьезных отношений, то есть с помощью другого человека. Далее, очень важно, что, где вы знакомитесь с мужчинами, ну, по каким поводам вы знакомитесь с ними, то есть, если вы знакомитесь где-то в влучшенных местах, ну, например, такие, как улица, бар, дискотеки, может быть, и так далее, это одно, это один момент. И здесь нужно обязательно понимать, что мужчин в таких местах, именно серьезных, гораздо меньше, чем, ну, чем, например, на каких-нибудь мероприятиях, каких-нибудь выставках, фестивалях и так далее. То есть, смотрите. Первое. Это ваше социальное позиция. И по отношению к себе. И по отношению к другим. Второе. Это цель. Направление отношений. Да? То есть, для чего. И четвертое. Это, так скажем, определенная динамика. То есть, как вы взаимодействуете с мужчинами, по поводу чего вы с ними взаимодействуете. Если между вами что-то общее, что стало бы фундаментом для отношений между вами. То есть, это тоже необходимо, вот эти все моменты учесть, и, ну, как минимум, начать корректировку именно с них. Я уверен, что на этапе идентификации вас как женщины могут всплыть такие проблемы, как, например, детско-родительские отношения, мамин образ, образ аниме. Ну, и, возможно, образ отца тоже будет иметь место быть. Дальше. Следующий момент, который я бы хотел сказать, раскрыть. Это блок. То есть, вы пробуете строить отношения. Вы пробуете выстраивать отношения с мужчинами, но у вас не получается. Соответственно, имеют место быть какие-то проблемы в отношениях. Имеет место быть какая-то проблематика, какие-то блоки, какие-то препятствия. Да? Соответственно, эти препятствия тоже нужно разобрать. Они есть в любом случае. Есть те, которые вы сознаете, есть те, которые вы не сознаете. Например, вы... встречаетесь с мужчиной каким-нибудь любым. Допустим, у вас с ним завязываются какие-то отношения. Вот. вот. Но потом вы вдруг неожиданно для него и, возможно, для себя начинаете вести себя созывающе. Да? начинаете что-то требовать от человека. Ну, допустим. Допустим. Начинаете что-то требовать от человека, начинаете что-то доказывать, начинаете еще как-то вызывающее себя вести, вот, и так далее, то есть, вот такие моменты могут иметь место быть, и это поведение, это только один из примеров, да, возможно, это поведение означает, что вы, со одной стороны, боитесь близких отношений, то есть, вам хочется их иметь, но вы боитесь их, с другой стороны, у вас есть так называемая игра, в которую вы играете для того, чтобы иметь псевдоблизость с людьми, в данном случае вы ожидаете, ну, такого своего рода пенька, то есть, вы делаете, вы ведете себя вызывающе для того, чтобы вам дали пенок, и чтобы вы почувствовали себя живой, например, то есть, если близких отношений позволить себе вы не можете, в силу того, что вы боитесь их, то близости-то все равно хочется с людьми духовной, эмоциональной, вот, и каждый выбирает ту модель близости, но недостаточно искренней, может быть, недостаточно правдивой, которая ему ближе, которая может быть для него более эффективна, более привычна, либо которая получается у него легче, легче всего, вот. И каждый из этих моментов заслуживает того, чтобы их проработать, каждый из них, каждый из этих моментов может быть, как бы, рассмотренным со всех сторон, вот, и каждый из этих моментов может служить причиной для того, почему вы, значит, не можете выстраивать отношения с мужчинами, серьезно, вот, ну, так как вам этого хочется, так как вы этого желаете, может быть, и так далее, вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, проблему не стоит недооценивать, на мой взгляд, проблему не стоит, как бы, ну, отталкивать, она действительно очень важна в проблематиках, вот. Вот. Если вы хотите исправить это, если вы все-таки хотите, ну, чтобы у вас были серьезные отношения, то нужно быть готовой к корректировке своего поведения, вот. А это, возможно, в ходе индивидуальной работы с вами уже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.